Юра За то, что он, за то, что не исполнились его мечты, то, к чему он шел, то, к чему он стремится, за то, что его жизнь оказалась такой короткой, но тем не менее я сегодня ощущаю невероятное чувство гордости за сына, за Юрия, за то, что в свои 20 лет он достиг таких успехов и такого уважения, что вы памяти посвятили турнир. Конечно, для нас, близких, это очень важно. Через этот турнир он будет жить, через этот турнир будут открываться новые имена, через этот турнир юные спортсмены будут знать, и примером этому будет Юрий, его судьба, как сложилась его спортивная карьера, Юрий, что из простого, за все мальчишки он вырос в такого действительно достойного, уважаемого, не только спортсмена, но и человека. С самого юного детства он всегда проявлял мужественные черты характера. Он никогда не был трусом. Какая-то невероятная честность у него была с детства. Твердость характера и настойчивость, они ему были присущи всегда. Именно спорт, именно борьба, эти чувства укрепила и развила в нём ещё больше уверенность, ещё больше чувства мужественности. Конечно, это давалось ему не всё, не всё давалось ему просто так, только через, конечно, через большой труд, через пот, через победы, когда-то неудачи, но он к этому шёл, он к этому шёл полномерно. Ни одна победа не была его случайной. Конечно, мы с ним всегда ежедневно были на связи, были в курсе, как проводит свой день, как проводит неделя. Это был день за днём, был ежедневный труд. Конечно, нам где-то было жалко, и у него жалко было, как сына, что он не может себе позволить просто, обдыхать, просто развлекаться. Но он нам всегда говорил, это мой путь, мне это нравится, я люблю борьбу. И мне это приносит удовольствие. Сегодня мне хотелось бы пожелать спортсменам, которые переехали на этот турнир, пожелать справедливой борьбы, пожелать сил, уверенности в себе. И, конечно, помнить всегда, что ни одна победа не бывает случайной, только через труд. Юра был не только... Все, кто его знает, кто присутствует в этом зале, кто знал его лично, всегда отмечают при встрече со мной, что он был ещё человеком с большими буквами. Несмотря на свои большие достижения, уже в возрасте, который он достиг, он всегда оставался очень скромным. Он стеснялся, когда я о нём рассказывала, когда где-то мы с ним кого-то встречали, и он всегда мне говорил, мама, будь скромнее, хотя я говорила всегда о нём, конечно же, с гордостью. Я ему говорила, почему ты этого стесняешься. Но вот, тем не менее, эта скромность у него была всегда присуща. Я действительно им очень горжусь. И хочу вам пожелать. Уважаемые спортсмены, конечно, не все свою жизнь в дальнейшем связываются спортом и связывают с борьбой. И не все доходят до Олимпиады. Но самое главное всегда оставаться человеком, чтобы вас уважали, и чтобы ваши родители так же гордились вами, как я горжусь Юрием. Я хочу сказать... Я хочу сказать огромное слово благодарности организаторам турнира. Что это действительно для нас близких людей, это очень важно. И мы всегда будем поддерживать этот турнир, приезжать. И пусть сегодня нас не так много. В прошлом году нас будет всё больше. Многие хотели сегодня приехать, но по разным причинам не приехали. Огромное вам спасибо, огромное зла, благодарность, низкий поклон от нас всех. Я очень надеюсь, что этот турнир станет традиционным. Большое спасибо. Всем вам удачи и достойной победы. Спасибо.